Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной программе, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Сегодня мы завершаем изучение удивительной книги Библии Евангелия от Марка, которая открывает нам Господа, его план в отношении каждого из нас. И эта книга, которая может стать не только основанием веры для каждого, но книги, которые открывают нам характер нашего Господа, делают нас ближе к Нему. Сегодня мы приглашаем вас быть не только зрителями, но, как обычно, быть теми, кто делится познанием о Господе со своими друзьями. Мы благодарны тем, кто пишет свои комментарии, передает приветствие. Пусть Господь обильно благословит вас там, где вы находитесь. Помните, что ваша активность в интернет-пространстве, когда вы нажимаете кнопку «Нравиться», «Поделиться», когда вы делитесь ссылками со своими друзьями. Благодаря этому круг людей, которые знакомятся с Библией и христианскими передачами, расширяется. Знакомство с Библией меняет жизнь наших близких, наших друзей, делает их ближе к Господу, ближе друг к другу. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Руслан и его супруга Татьяна. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Мы завершаем изучение Евангелия от Марка, и 16 глава является завершающей, ключевой, одной из самых важных. И прежде чем мы обратимся к Священному Писанию, приглашаем вместе с нашими друзьями просить у Бога мудрости и понимания этой главы. Помолимся. Отче наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог, благодарим, что Ты нас искупил, за пролитую кровь, благодарим, Боже, за Твои благословения. И в эти часы, Боже, просим Тебя, Ты будь рядом с нами. Помоги нам понять эту истину, размышляя через это слово иметь жизнь вечную. Благодарим, Боже, за всё, и будь прославлен в нашей жизни. Аминь. Ивангелия от Марка завершается радостной вестью, посвященной Воскресенью. В прошлый раз с нашими друзьями, исследуя предыдущую, 15 главу, мы посвятили время тому, как Христос умирал, как Он страдал, как были обескуражены и разбежались ученики, которые плакали, которые горевали. И мы оставили их вот в этом состоянии плачущими, рыдающими, как будто забывшими о словах надежды, которые говорил Иисус, которые забыли о пророчество о воскресении, они всё забыли, их даже не видели возле креста, были только женщины. И вот 16 глава начинается с таких слов. По прошествию субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален. А он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облечённого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зарянина распятого. Он воскрес. Его здесь нет. Вот место, где он был положен. Вот этот отрывок посвящён нескольким дням. Что это за дни и как вот эти три великие дня, какие события хронологически произошли в каждой из этих дней? Дни в Священном Писании обычно первый день, второй день, третий. И только один из дней был обозначен как шаббат, как суббота. В данном случае, если мы смотрим хронологию этих событий, мы замечаем, что день, который предшествовал субботе, они называли днём приготовления. День, который мы сегодня называем пятницей. И поскольку, согласно Библии, суббота — это седьмой день, то, соответственно, день, в который воскрес Иисус Христос — это первый день недели. И поэтому в пятницу он был, он умер и был погребён. В субботу он находился в покое, то есть он был мёртвым. И, кстати, написано, что и ученики его оставились в субботу в покое по заповеди. И в первый день недели, который мы сегодня называем воскресеньем, он воскрес, в этот день он воскрес. — Весьма рано они приходят, в первый день недели, как гробу при восходе, и в этот день он воскресает, воскрес. — Когда они пришли, уже рано, его уже не было там. — Позже христиане увидели особый смысл, то, что Христос воскрес из мёртвых в первый день недели. И они стали этот день соблюдать, светить в честь воскресения Иисуса Христа. И назвали этот первый день недели воскресенье. И сегодня мы называем этот первый день недели воскресенье. И каждый раз, когда наступает первый день недели, мы вспоминаем о том, что Христос воскрес. А учит ли этому Новый Завет? Что должно было стать памятником вот этого величайшего события в истории человечества в воскресенье Господа? Мы можем прочитать в Матфеях, в 20 главе, в 24 главе, в 20 стихе написано «Молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу». Христос, когда умер, в пятницу Его поместили туда, куда нужно. В субботу Он покоился, в воскресенье Он воскрес. Мы понимаем, что Иисус святил в субботу. Он ходил каждый день в синагогу. Ученики соблюдали. И Он ходил каждую субботу в синагогу, там, где были собраны люди для того, чтобы изучать Слово Божье. И Он и Своей смертью показал, что суббота, и суббота является тем днем покоя, когда человек оставляет все. И Христос оставил все, Он мог воскреснуть и в субботу, но Он из-за того, что почитал субботу, Он воскрес в воскресенье. И суббота осталась святым днем, как Христос нам показал и в дальнейшем. А вот это событие, о каком событии говорил Иисус, чтобы ученики молились, чтобы бегство не случилось в субботу? И почему не в субботу? Когда это бегство должно было произойти? Когда будут гнать христиан за то, что они соблюдают субботу. И обычно в субботу люди собираются вместе для поклонения Богу. А когда легко людей словить или найти? Когда они по отдельности по домам или когда они собраны вместе, в одном месте? Это бегство связано с разрушением Иерусалима. Это 70-й год. Это 70-й год. Поэтому как будто бы через это косвенное свидетельство Иисус показывает, что несмотря на то, что пройдет 40 лет, то есть это одно поколение, если можно так сказать, ничего не поменялось в том плане, чтобы праздновать субботний день. Но вместе с тем, воскресение Иисуса Христа — это значимое событие. Неужели в Библии нет какого-то указания, чтобы ученики и последователи помнили об этом событии, верили в это событие, выражали веру каким-то образом? Нет ни одного слова. В Библии подчеркнуто именно воскресение, нигде не написано в Библии. Чтобы был изменен. Но все-таки мы видим, что есть определенный обряд, который был оставлен для верующих, когда Иисус и Пожа мы этого коснемся, когда Он скажет, идите, научите все народы, крестите их. И вот именно в связи с обрядом крещения мы с вами можем сказать, что именно этот обряд подчеркивает важность этого события. А что Библия об этом говорит? Библия говорит в послании к римлянам, говорит в 6 главе и 4 тексте. «Итак, мы погреблись с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть крещение — это символ, указывающий на смерть и воскресение Иисуса Христа. И человек, который верит в смерть Иисуса Христа, в Его воскресение, в обряде крещения он выражает свою веру. Когда опускается в воду, он этим демонстрирует, что Христос был погребен. И он не остался в могиле, он воскрес. И человек, который выходит из воды, из этого погребения, он как воскресает, воскресает для новой жизни. Павел говорит «совоскресли». То есть каждый верующий Иисуса Христа, он имеет возможность выразить свою веру и в Его смерть, и в Его воскресение в тот момент, когда он принимает крещение, водное крещение. История воскресения, она по-разному и упоминается во всех четырех Евангелиях. И каждый Евангелий, каждый Евангелист, он описывает эту историю со своей перспективы. Но есть общие, общие элементы этой истории. Что объединяет, какие элементы объединяют вот эти разные четыре Евангелия? Да, действительно, некоторые люди были свидетелями этих событий. Кто-то с чьих-то слов об этом узнал. Но все Евангелия, они неизменны в одном. Что он умер, что это действительно была смерть, не какая-то видимость смерти. Что он был погребен, потому что этому были свидетели и римские власти. То есть они отдавали приказы, чтобы можно было уже забрать его, похоронить. Этому были свидетели и представители священства, потому что они хотели, чтобы это быстрее произошло, чтобы он в пятницу был уже и погребен, чтобы они могли спокойно праздновать свой день святой. Воскрес, Иисус воскрес, все евангелисты об этом говорят. Да, другие детали могут не упоминаться из жизни и служения Иисуса, но воскресение упоминается во всех. И после воскресения все евангелисты утверждают и свидетельствуют о том, что были люди, с которыми он лично встречался. Его видели воскресшим, он был с людьми. И в Евангелии говорят, что это в течение сорока дней происходили вот эти встречи, это время, которое Иисус еще провел после своего воскресения на земле. Апостол Павел утверждал о том, что если бы Христос не воскрес, то вера в христиан было бы тщетной. То есть нет тогда смысла верить, потому что если ты умрешь, ну все умирают. Где вера и надежда, что ты воскрес. Другая идея. Существуют разные мировые религии. Мы знаем места, где покоятся руководители этих мировых религий. Остались останки этих людей. Но единственный христианство, руководитель, лидер этого, основатель этой религии, Иисус Христос, его могила пустая. И вот эта пустая могила является основанием веры, что Христос воскрес. Но неужели только пустая могила может быть основанием веры в то, что Иисус воскрес? Некоторые люди, скептики, атеисты подвергают сомнению факт воскресения Иисуса Христа и спрашивают, а где подтверждение воскресения Иисуса Христа? Ну и если бы этот вопрос задали вам, вот на чем ваша личная вера основана в то, что Христос воскрес? Ну, подтверждение этому сами руководители того времени показали. Потому что когда Христа похоронили или положили в гробницу, у гробницы камень был большой, который закрывал вход в эту пещеру, куда положили Христа. Но не только это, а плюс еще вокруг могилы Христа или гробок, там, где был Христос, там были солдаты, которые охраняли для того, чтобы показать всем людям, что Христос, вот того человека, в которого вы до сих пор верили, вот он здесь, вот он здесь похоронен и здесь лежит. Но это было необычно. Но это необычно. Зачем нужно было охранять камень? Потому что обычно людей не охраняли, которые умирают. Но здесь они охраняли. Люди сами того не подозревали. Они понимали, что Христос может воскреснуть, потому что Христос при жизни говорил об этом. И они хотели предотвратить, хотели показать людям, что нет, Христос не воскрес, что Христос вот здесь лежит. Но Христос, когда пришли женщины рано утром, они, идя по дороге к гробу, они же думали, кто же нам сейчас отодвинет тот камень у входа в гробницу, для того, чтобы мы могли зайти и помазать тело Христа, как они обычно делали. То есть он должен был быть достаточно тяжелым, если у них это была проблема и вопрос. Да, если женщины думали, кто же нам его отодвинет. Но тут, когда они пришли, они увидели, что камень отодвинут. Они уже были, скажем, обескуражены тем, что камень не на месте. Когда вошли, они увидели, что уже Христа нет. Но удивительно, что уже солдаты, то ли их не было там, то ли они забрали их оттуда. Но их-то не было, раз женщины пришли, их там не было. Руководство хотело показать, что нет, Христос не воскрес. Они даже подкупили этих солдат, чтобы солдаты говорили, что ученики украли Христа. Но Христос воскрес. Это факт. Мы от этого никуда не денемся. История говорит об этом, не говоря уже о том, что люди говорят. Были силы и религиозные, и политические, которые были противниками, которые предприняли все возможные усилия, чтобы этого не произошло. Один из евангелистов говорит о том, что этот гроб был и запечатан, и большой камень, и римская печать, которой никто не имел право. Да, это страшное преступление. Это обученные воины, которые должны были... Сторожители беречь, чтобы никто... Да, то есть были заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Вы задали вопрос, на чем основана ваша вера в это. И действительно должна быть вера для того, чтобы этот факт принять. Почему я так говорю? Потому что меня не было там, когда это произошло. Я не могу быть свидетелем, не мог быть свидетелем того, что это произошло на самом деле. Но есть два момента, по крайней мере, два момента, с которых я хотел бы начать ответ на этот вопрос. Первый из них — если Бог является Творцом, который может вызвать к жизни то, что никогда не жил, то есть из ничего сделать что-то, сотворить, то я верю, что Бог мог воскресить Иисуса Христа. И Он воскресил Иисуса Христа, потому что Он может это делать. Это первый момент. И второй момент. Я верю, что если об этом написано в Священном Писании, это было так. Потому что я не могу проверить. Вот я не был тогда там. Но я верю тому, что это богодохновенное Писание говорит правду в этом и во всех других отношениях, и в этом плане в том числе. Есть еще один момент, который тоже связан с верой. Это реакция учеников на то, что произошло. К примеру, если бы, как боялись иудейские лидеры, что они украдут, а потом скажут, Он воскрес. То есть это фейк, или такой как бы подлог. То я сомневаюсь в том, что эти люди бы готовы были с ненавистью людей встречаться. Потому что, когда они проповедовали о воскресшем Иисусе Христе, их всегда старались остановить, чтобы они молчали, чтобы они это не делали. Их преследовали. И многие христиане того времени и даже современники Иисуса Христа и после, они свою веру подтвердили даже до своей собственной смерти. Это была мученическая смерть, потому что они действительно в это верят. И я думаю, кто бы умирал за обман? Кто из нас готов выбирать за обман, за ложь, за какое-то то, что не является правдой, отдавать свою жизнь? Да, может быть, иногда люди обманывают из-за выгоды. У них есть какая-то выгода. И вот римские воины так и сделали. Они обманули, что ученики украли. Получили свои деньги, но и в то же самое время они против себя засвидетельствовали. Знаете, что мы спали на посту, пришли ученики и украли тело Иисуса Христа. Как бы они деньги получили, но они себя выставили в нехорошем. Их репутация от этого пострадала. То есть признание о том, что выкрали, это значило обрезать себя на казнь, потому что они заснули. Они не выполнили свой долг. Поэтому свидетельство учеников после воскресения Иисуса Христа и даже, можем сказать, и свидетельство на протяжении всей истории христианской эры показывает, что это люди, которые на самом деле верили в это, они понимали, что это было именно так. И за это они шли, и за это они страдали, и за это они даже и отдавали свою жизнь. То есть у них не было бы моральной силы и даже идеи противостоять религиозной власти, воинам, этой печати, вот этому всему, смерти, ради того, чтобы взять это тело, потому что, в принципе, доступ к телу мог бы быть и позже. А выкрасть тело, чтобы обрезать себя на гонение, но они и так убегали. Они и так понимали, что их сейчас будут ловить. Мы их не видим, они плачут, они убегают, прячутся, и в то время, когда они прячутся, рассчитывать на то, что они мобилизуются, чтобы выкрасть тело, ну, не те силы. Некоторые говорят о том, что, а может быть, Христос не умер до конца. То есть, может быть, это было, ну, так, в кому упал, или литургический сон. То есть, умер, но не совсем умер. А потом, в прохладе пещеры, очнулся, и вот это восприняли, как воскресенье. Что является аргументом того, что Христос умер, и кто засвидетельствовал профессионал о том, что он умер? Ну, люди, которые исполняли приказ, то есть, римские войны, для них это было, можно так сказать, обычным делом, распинать по приказу, потом проверять, если человек умер, чтобы его уже можно было снять с креста, потому что, если, ну, мы имеем немножко представление о том, сколько времени человек висел там, когда он был распят, даже не была мгновенная смерть. И евангелисты говорят о том, что проткнули его копьем, вытекла вода, и кровь вытекла. То есть, они констатировали, римские войны, они констатировали, что он мертв, его уже можно снимать с креста. Это не было что ученики, ну, вот, его полуживым, полуживым сняли, и потом он пришел, пришел в себя. То есть, это был вердикт людей, которые распинали и рядом были с ним. То есть, можно его снимать. Пилат потом разрешил это сделать. Вот у нас, в нашей местности, как практикуется, если врач выдает справку о смерти, ты имеешь право хоронить этого человека. Без этого документа ты не имеешь права, потому что ни я, как пастор, ни примар даже села, а именно врач, он констатирует, что вот этот человек действительно умер, и он должен быть погребен. И в данном случае эту справку, констатирующую смерть, выдавал палач. И в 15 главе говорится, что Пилат, призвав сотника, спросил, давно ли он умер? То есть, точно он умер. и сотник, и узнав от сотника, отдал тело Иосифу. То есть, палач, он был убежден в том, что Иисус умер, потому что контрольный выстрел или действие, которое должно было исключить то, что Иисус не умер, это то, что он пронзил грудную клетку в области сердца. Другие евангелисты говорят о том, что, чтобы ускорить смерть, перебивали голени преступникам, перебили голени разбойникам, чтобы они не могли опираться на ноги и умерли от удушия. Но Христу не перебили голени, потому что он уже был мертвым. И чтобы исключить вероятность того, что это подделка, там подлог, они пробивают. Атеисты, для атеистов очень сложно людей, то есть, не верили даже ученики и окружающие, которые знали Иисуса Христа, которые слышали об обетовании. Но вместе с тем потом что-то с ними произошло. Я вспоминаю, когда в беседе с подругой моей супруги, которая была атеисткой и в этом воспитывалась, библиотекарем, на все эти аргументы, которые вы приводили, она находила контраргумент. Но имя одного человека и обстоятельства его жизни ее обескуражило, потому что у нее аргументов на это не было. И это имя Савла. Я спросил, хорошо, но как вы объясните, какой смысл человеку, который был влиятельным, богатым, который убежденным противником христиан и который гнал их, какой ему смысл и выгода от всего все потерять и влияние богатства и друзей и родственников стать проповедником Христа и в конечном итоге за это его казнили. Какой ему смысл? Только чудо. И здесь нет аргументов. то есть что-то должно произойти необычное, необычайное, чтобы человек восставить все самое лучшее для того, чтобы быть тем, кого ты гонял до сих пор. И вот воскресение Иисуса Христа это то событие, которое сделало трусливых смелыми гонителями, проповедниками. Воскресение Иисуса Христа это то, что изменило жизнь десятков, сотен, тысяч, миллионов людей. И те, которые знакомятся с этим, они обретают и веру, и смысл жизни, и надежду на будущее. То есть, если ты умираешь, то ты воскресишь. понимаешь, что Иисус не просто великий учитель, не только целитель, но это тот, в руках которого власть над жизнью и смертью. Это тот, который ничто не может его остановить. Евангелие от Марка с первого шестнадцатого глава говорит о разных реакциях на воскресение Иисуса Христа. И вот воскресение женщины, оно как женщина отреагирует. первая эмоция женщин, которая пришла в могилу, к могиле, была не радость, а был ужас. Давайте я прочитаю, а как вот это объяснить. Пятый, шестой, восьмый стих. Войдя во гроб, увидели юношу и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса, ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он был положен, но идите, скажите, ученикам его и Петру, что он предверяет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет, ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот в одном тексте трепет, ужас, боялись. Почему боялись? Весь радостная, Христос воскрес, они боятся и убегают. До сих пор Христос им говорил, что он воскреснет, что он не пришел не для той цели, которую они ожидали от Христа. И тут, когда они пришли, они пришли для того, чтобы помазать тело Христа, чтобы его приготовить для погребения, чтобы сделать весь ритуал, который проводили в то время. И тут, когда они пришли, они увидели человека, мужчину, сидевшего, юношу сидевшего, который был светлый, сиял, который сиял. Они не ожидали этого увидеть, они ожидали увидеть Христа, который лежит в могиле. И еще и новость им сказали, что он не умер, почему вы ищете его среди мертвых? Он не умер, он воскрес. Он умер, но уже воскрес, и он уже не здесь, где мертвые, а он уже там, где живые. И люди, первая реакция, которая была, они не ожидали, они ужаснулись, побоялись, что же происходит. Первая мысль, что, наверное, к ним пришла в голову, кто же украл Христа нашего, куда его забрали, дайте его обратно, мы его приготовим, пока Христос не встретился с ними и не сказал. У учеников или у женщин, которые пришли к погребению, было очень большое отличие от нас большое, потому что они увидели Христа после того, как Он воскрес, а мы сегодня можем встретить Христа, но мы не встречаемся Христом лицом к лицу, чтобы мы Его потрогали, Его рано потрогали, Его самого потрогали, увидели, что Он с нами рядом. Когда Христос явился всем ученикам, они уже увидели, они уже окончательно утвердились в том, что Христос достаточно ли увидеть, чтобы поверить. Дальше говорится о трех явлениях воскресшего Христа и том, как люди на это реагировали. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После сего явился вином образе двум из них на дороге, когда шли они в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. И наконец Он явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. О каких явлениях говорит отрывок, и скажите, почему те, все, кому свидетели воскресшего Иисуса возвещают о живом Христе, они не верят, то есть даже ученики не верят. Им приходят один за другим в течение короткого времени. Марии не видят двум ученикам. Первый, как вы прочитали, это Мария Магдалина, женщина. Первое может быть культурного характера, или вопрос связан с культурой того времени в Древнем мире. Женщина не воспринималась как авторитетный свидетель какого-то события, но такое было отношение. Это не говорит о том, что так должно быть. Должны быть мужчины, и желательно, чтобы было их двое и честь свидовласы, те, которые уже... Два свидетеля. Поэтому это один из моментов. Второе это то, что они сами не помнили, наверное, и не обращали внимания на слова Иисуса Христа, что Он воскреснет. Поэтому даже вот эти неоднократные встречи, они должны были произойти для того, чтобы еще раз, еще раз люди действительно убедились в этом. И поэтому и 40 дней, которые Иисус еще провел на нашей земле после воскресенья, показывают, что все-таки мы, как люди, хотим именно сами увидеть, иметь какую-то личную встречу, личный какой-то опыт для того, чтобы у нас эта вера зародилась или она укрепилась, так скажем. Что может изменить мировоззрение человека? Что изменило жизнь на 180 градусов ученики, которые боятся, которые убегают, которые плачут, которые рыдают, которые не верят, и впоследствии говорится о том, что они пошли всему миру и проповедовали везде смело, уверенно. Что повлияло на вот этих людей? Что стало основанием вот этого преобразования неверия веру? Ученики, когда разбежались, они боялись, что их схватят, и их тоже убьют, так же, как и Христа, который был так называемым учителем, его все учителем называли. Они все-таки все равно они через какое-то время собрались вместе, они находились вместе, хотели друг друга ободрить хоть какими-то словами. И в тот момент они по чуть-чуть то в одном месте, то в другом месте, они встречались с самим Господом. Вот у них получалась своя личная встреча с Богом. У них получилась встреча с глазу на глаз со Христом. У нас может быть встреча не с глазу на глаз, но Бог может создать такую ситуацию, или мы можем очутиться в такой ситуации, где Бог нас может взять за руку и вывести с той ситуации. И наша встреча это будет наша личная встреча со Христом. И когда ученики имели свою личную встречу, они встретились со Христом, они его увидели, они еще раз вспомнили те слова, которые Христос им говорил до этого времени. И теперь, когда у них возобновилась надежда, та любовь, то те силы, которые они имели до этого времени, теперь уже ничего не могло их остановить. Они могли уехать далеко на большие расстояния, рассказывать язычникам, рассказывать людям, которые не знали граждан Христе. Они пошли на смерть. Что было основанием веры в то, почему они перестали бояться смерти? Потому что, если до этого они боялись служанки, боялись каких-то воинов, здесь они уже не боялись никого, ничего. Потому что... Все они умерли за исключение одного, мученической смертью. Они были готовы, и Христос их предупреждал. Что было секретом вот этого мужества бесстрашия? Но до сих пор они знали, что если человек умрет, все, больше он ничего не имеет. Его похоронили, и все, его жизнь закончилась. Но Христос своей жизнью показал, что мы можем пожить, умереть, но потом может быть воскресение. И ученики знали, что если мы даже умрем здесь на земле, так как Христос воскрес, мы тоже также сможем воскреснуть и иметь другую жизнь. То есть у христиан появилась надежность и будущее. То, что смертью не заканчивается жизнь на земле. Что если Христос воскрес, то и каждый верующий в Него не умрет, но воскреснет и будет иметь жизнь вечную. И когда вы говорили про тот аргумент с апостолом Павлом, он тоже встретился с живым и воскресшим спасителем. И эта встреча изменила его жизнь. То есть встреча со Христом, понимание, что Христос умер и воскрес, это та сила, которая меняет мировоззрение, характер, направление и жизнь каждого человека, даже атеиста и противника Христа. И завершая исследование 15 главы, Иисус дает великое 16 главы, с 15 текста Иисус дает великое поручение и сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие в сей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных и сии будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесною Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении словами последующими знамениями. И Евангелие завершается словом Аминь, что это все было истинно. В чем смысл вот этого поручения, которое Иисус дает своим последователям перед Вознесением и какое это имеет значение для нас сегодня, верующих в Иисуса Христа? Они пошли и проповедовали везде. То есть теперь об этом событии должны были люди узнать именно от них, которые были свидетелями всех этих событий, и они должны были принести это Евангелие во все края нашего необъятного мира. Теперь это стало смыслом их жизни. А какой смысл в том, что люди узнают об этом Евангелие? Какова цель, чтобы люди познакомились с Евангелем? Ну, узнали они Евангелие, ну, узнали Евангелие от Марка. Это открывает двери вечную жизнь. В этом весь смысл. Чтобы человек уверовал и стал учеником. Евангелие от Марка начинается утверждение, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Поэтому необходимо людям покаяться и веровать в Евангелие. В конце Евангелия мы видим о том, что люди еще не верят. Не верят старейшины, не верят священники, даже ученики проявляют неверие. но произошло нечто удивительное и чрезвычайно важно. Смерть и воскресение Иисуса Христа, которое повлияло на жизнь учеников и все тех, кому они рассказывали о воскресшем Иисусе Христе. Они шли и проповедовали эту добрую весть всем. Дорогие друзья, смысл Евангелия, Евангелия от Марки и каждого из других в том, чтобы мы, слыша об Иисусе Христе, могли не только познакомиться с Его учением, с Его деяниями, восхищаться, может быть, брать пример, но самая главная миссия и суть этого в том, чтобы мы уверовали и приняли Его своим личным Господом и Спасителем. Смысл в том, чтобы мы стали Его последователями, учениками. Отношение Иисусом это та сила, которая способна изменить радикально жизнь каждого верующего и сделать ее не только иной, счастливой здесь, в этом мире, но и веке грядущем. Пусть Иисус станет главным смыслом нашей жизни. Помолимся об этом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что среди тревог и плохих новостей этого мира Ты оставил нам Евангелие, оставил добрую весть. Благодарим Тебя за Твоих учеников, которые предшествовали нам, которые передали нам эту весть, и она записана на страницах Священного Писания. Благодарим Тебя, Господи, за истинность Слова Твоего и за силу Твоего воскресения. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты воскресил не только Иисуса Христа, но Ты желаешь воскресить и всех верующих в Тебя, чтобы каждый мог не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Благослови нас, Господи, чтобы мы, зная об этом, веря в это, не оставались на месте, но могли бы идти по всей земле, по всему миру, проповедуя благую весть об Иисусе Христе и Его воскресении. И даже через эту передачу, даже через эту тему, Господи, Ты исполняешь это слово. Благослови всех, кто послушал и за тех, кто еще будет в будущем слышать эту программу, эту запись, для того, чтобы весть о воскрешении Спасителя Иисусе Христе могла поселиться в сердце каждого из нас. Во имя Иисуса просим об этом. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за ваше участие, за ваше внимание и искренне желаем, чтобы Божий мир, надежда и вера в нашего Господа Иисуса Христа сопровождала вас и ваших близких каждый день вашей жизни. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова